Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! Мы, как всегда, сегодня собрались возле правого-левого шарика. Как всегда, каждое утро у нас опять сегодня гость не пришел, причины он не называл, второго гостя мы не поймали, поэтому мы с Сашей будем вдвоем. А, прежде всего, хочу всех православных поздравить с Крещением Руси. Сегодня сколько-то там лет с Крещением Руси. И, наконец-то, вчера дошла Хадаш, вот эта вот, которая у нас проходила по области тоже, что очень-очень много с Московского Патриархата в Киев шли, они вчера дошли, все нормально по телевизору. Сели на автобусы и куда-то поехали, кстати, вечером я смотрела. Ну, как всегда, они же от нас уезжали вечером на автобусе, как ни крути. А еще сегодня, либо завтра должны к нам проездом за объединение Украины-Крыма мотоциклисты проезжать. О, это уже интересно, байкеры. Да-да-да, байкеры-колона, там же 200 человек, по-моему, делают такой матопробег за Еднись. Надо не прозевать. Украины-Крыму. Да, будем надеяться, что все-таки попадем на них. Саш, рассказывай, как вчерашний день. Вчерашний день мы начинали со Светланой и, честно говоря, заканчивали со Светланой. Мы делали репортаж, но Света его подготавливает, он будет выходить отдельно. Я по поводу сегодняшнего гостя, почему он не пришел. Это не проблема. Это, оказывается, обычная наша жизнь. Случается такое. Много говорят о том, что власти ничего не делают, но на сегодняшний момент мы видим то, что власти делают. Он не пришел по одной простой причине. Там проблемы с водопроводом и вчера начали водоканал свои работы. То есть водоканал на сегодняшний момент активизировался в своих работах. Я знаю, что и на половках там что-то с водой тоже происходит. Это не перебои, потому что кто-то ничего не делает. Это перебои, потому что, наоборот, кто-то что-то делает и приходится технологически останавливать процедуру подачи воды для того, чтобы что-то сделать нормальное. Также я сегодня буду выставлять репортаж. Вы увидите, я обращался к властям. Люди обращались ко мне за помощью. И мы видим сейчас по городу активно идет покос травы. То есть на газонах везде кост от травы. Это как ее называют? Амброзия. Амброзия, да. Это страшная проблема. А там ее неужели так много было? В том месте, где я делал репортаж, я сегодня выставлю, в самом амброзию уже я не вижу. Ее скосили напрочь. То есть быстренько, оперативно все сделали? Вопрос не вопрос, а дело в том, что власти совершают работу. Это очень важно. И если постоянно эту работу люди будут делать, каждый на своем месте, это будет очень хорошо. Мы даже вот сейчас видим, да, дворники там убирают, где-то что-то моют все, технические работники. То есть город все равно преображается. Мы видим по всему городу. Где-то счищается старый асфальт, где-то стелется новый. То есть все время идет процесс. Он не происходит неожиданно за три дня. Но идет. Это радует и надо понимать, опять я вернусь к тому, что я говорил в репортаже, когда мы будем идти на выборы, мы должны понимать, кого мы выбираем. То есть мы сейчас, на сегодняшний момент, должны определять для себя людей, которые действительно работают. Которые что-то делают хорошее для города, для общества, для народа. И уже исходя из этого, когда будут выборы, они будут не завтра. Саш, тебя очень понесло в сторону выборов. Опять. Как всегда. Буду тебя тормозить. Хорошо, Саш, давай тогда я тебе такой вопрос задам. А ты на речке был в этом году? Я был на речке в этом году. И эксперт Лиза периодически там бывает с бабушкой. И настоятельно требует меня с камерой как оператора. Сколько раз ты был о хорошем, я хочу поговорить. Я был два раза. Два раза. На эти выходные собирался? Мечтаю. Облом, дождь с грозой. Все выходные, два дня. Я не успел выходные посмотреть. Полностью, целыми днями? Ну, я не знаю, еще целыми днями. Я так глянула бегом на выходные. Это я на сегодня, на завтра смотрела более углубленно. А на выходные, ну, ты же понимаешь, они там 300 раз щекли. Хотя завтра уже пятница. Завтра пятница, кстати, о погоде. Я посмотрел погоду. На сегодня и на завтра до 30 градусов жары обещается. Наш ведущий, этот прогнозист. Не, не синоптик, я другой сайт смотрел. Прогнозист. Погода. И сегодня, третий день подряд нам обещают на 6 часов вечера. Дожди, ровно в 6. Ровно в 6. Третий день подряд. Первых два дня не было. Ну, посмотрим, будет ли сегодня. Ну, обещает. Слезно обещает. Ну, так коротко, обо всем и ни о чем. К сожалению, никто не пришел, никого не удалось поймать. Ну, проблема... Можно, 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 я музыку закажу. Можно я музыку закажу. Хочу Джо Кокера. Джо Кокер. Итак, сегодня Джо Кокер. Добрым утром. Да, это хорошо, Джо Кокер. Ничего себе, ты любишь Джо Кокера. Ага. Он тебе нравится... Думаешь, если молода, так все? Нет. Он тебе нравится как мужчина или как певец? Как певец. У меня когда-то были все в альбоме. А как мужчина? Он брутальный. О, ну, конечно. Бородат брутален. Итак, доброе утро с Джо Кокером. Всем удачи. До свидания.